Теперь подробности грандиозного скандала на Украине. По всему миру снова и снова пересматривают кадры перепалки между одесским губернатором, министром внутренних дел и премьером в присутствии президента. Когда проходит первая реакция, шок, политики, эксперты и журналисты начинают подмечать детали. Одна из ключевых, как во время конфликта между подчиненными ведет себя глава государства. В какой-то момент Петр Порошенко просто закрывает лицо руками. Тему продолжит Ольга Князева. Два последняя! Видео, ставшее с легкой руки министра Авакова достоянием общественности, взорвало информационное пространство Украины. Телеканалы непрерывно крутят кадры, на которых творцы так называемой революции достоинства демонстрируют откровенно недостойное поведение. Ну вот один другого называют гастролером, циркачем, артистом. Была и нецензурная лексика, цитировать не буду. Вот мы же так часто говорим про европейские ценности, европейский порядок и европейскую коалицию. Скандал, устроенный Саакашвили, Яценюком и Аваковым в присутствии президента, кажется, вышел за рамки обыденной даже по украинским меркам политической ссоры и оказался на страницах зарубежных СМИ. Издание разной заголовки в одном стиле. Уличные разборки украинских чиновников. Украинский министр и губернатор выяснили отношения в уличном стиле. Если выключить видео и слушать только звук, действительно, похоже на бандитскую перепалку. Украинских блогеров ассоциаций гораздо больше на просторах интернета, не упуская ни единой детали. Они смакуют конфликт. Вот, например, как Аваков передразнивает Саакашвили. Посмотрел видео Аваков Саакашвили. Стыд, разочарование, грусть. Больно, стыдно смотреть. Элита ссорится, а Украина страдает. Такое публичное шутовство вводит в депрессию большинство украинцев, которые ожидали увидеть новую политику после прошлогоднего Майдана. Не остался в стороне от обсуждений и Олег Лешко. В конце концов, тот редкий случай, когда скандалили, но без него. Если бы я был президентом, я бы немедленно освободил от должностей всех участников этого позорного шоу. Свою страну довел. Годись к черной из моей страны. К греху. Похоже на театр абсурда, к которому присоединился и глава кабинета министров, называя Саакашвили гастролером. Яценюк будто забыл, что у него у самого в подчинении несколько иностранных реформаторов. Все это происходит на глазах у гаранта Конституции. Вот президент закрывает лицо руками. А когда Аваков запускает Саакашвили стаканом, лишний громко и примеряющий произносит. Еще до того, как намок костюм, сидевшего рядом с Аваковым министра иностранных дел Климкина, президент попросил главу МВД не ругаться. Ацендуйтесь. Можно без мата? Мата. Да, без мата. Когда министры перешли на крик, Порошенко закрыл заседание. Дальше за откровенно базарной перепалкой наблюдал молча. Политологи уверены, молчание главы государства в этой ситуации важнее громких заявлений участников конфликта. Впрочем, как и тот факт, что Порошенко все-таки позволил обнародовать видео, которое в его же администрации сначала назвали позорным для страны. Это говорит о том, какова на самом деле сила и реальное влияние президента в этой стране. Он пыжится, он надувает щеки, он пытается представить себя единственным миротворцем и единственным хозяином земли украинской, а на самом деле на него уже никто не обращает внимания. И есть силы, готовые сражаться с ним до конца, демонстративно нарушая его приказы, которые были неоднократно Порошенко повторены. Аваков не просто проигнорировал все просьбы президента во время заседания. После он еще и демонстративно обиделся на Порошенко. Вы, уважаемый господин президент, выпустили заявление, и я, мягко говоря, удивлен. Кого вы обвиняете в ксенофобии? Меня, армянина, всю жизнь с трех лет живущего в Украине? Мне ли не знать? Какой чинуша выдал вам эту рамку реагирования? Не утихает аккаунт губернатора Одесской области. Конфликт явно перешел в социальные сети. Сожалею, что пришлось назвать премьер-министра вором, но еще больше сожалею, что это правда. Политологи уверены, если премьер-министр, министр внутренних дел и губернатор области позволяют себе такие спектакли, обвинения должны быть доказаны, а чиновники уволены. И это вопрос имиджа страны, в том числе перед Евросоюзом. Но хватит ли воли у гаранта Конституции Украины, которые едва ли принимают решения, без оглядки на американских доноров? Видео скандала на заседании Национального совета реформ Украины прокомментировала и официальный представитель российского МИДа. Вот что написала Мария Захарова на своей странице в социальной сети. Второе. Страшно. Потому что если подобное прорывается в ходе официальных заседаний, то что говорить об обществе? Насколько же оно поляризировано? Следующий этап. Еще больше его радикализация. Продолжение следует.